Всем привет, с вами Влад Ядров и сегодня мы с вами поговорим про бесплатные методы продвижения в Инстаграме. Да, вы не ослышались, они еще есть, они работают и давайте приступим к их обзору, поехали! Итак, вообще есть три основных таких метода бесплатного продвижения. Сразу их проговорю, а дальше начнем разбирать каждый по отдельности. Первый это комментинг, когда вы пишете блогерам под их постами комментарии. Второй метод это взаимопиар. Взаимопиар жив и будет жить, когда другие блогеры, микроблогеры рекламируют вас. Это также могут быть и коммерческие аккаунты. И третье это розыгрыши и конкурсы, марафоны и различные призы. Когда вы разыгрываете среди своих подписчиков, они привлекают своих друзей и знакомых на ваш профиль, тем самым вы начинаете расти. Есть еще один бонусный способ, о нем расскажу в конце. Итак, комментинг. Что же нужно писать? Нужно писать креативно, необычно, ни одну фразу, ни две фразы, а писать нормальную такую тираду на тему, которую написал блогер. Чтобы другие читатели вас заметили. Если у вас есть блогер по вашей целевой аудитории, это очень важно. Подбирайте блогера только целевой аудитории. Если вы занимаетесь продвижением инстаграма, то подпишитесь на бизнес блогеров и пишите под их постами полезный контент. То есть, отвечайте на их посты хорошим текстом, для того, чтобы вы были полезны и другим читателям. Подпишитесь на этого блогера, поставьте уведомления о его постах, для того, чтобы быть одним из первых комментаторов. Тогда к вам будет очень большое внимание. И если вы написали хороший текст, то вас и отлайкают, и перейдут на ваш профиль. Самое важное, нужно выбирать целевого блогера. Это закрепили, поехали дальше. Взаимопиар. Все то же самое. Целевой блогер с хорошей аудиторией, которая может перейти на вас, которая будет полезен в ваш пост или в ваши сторисы. Здесь важно понимать, чтобы сделать взаимопиар, нужен хороший промо-ролик. Он должен быть кликабельный. И есть такое понятие кликбейт. Когда он завлекает чем-то необычным. Условно продал квартиру, купил остров на Бали. Вот такие ролики до сих пор хорошо заходят в взаимопиаре. И их нужно уметь создавать. Как их создавать, мы обучаем на нашем пятидневном инстареалити курсе, в котором вы можете перейти внизу по ссылочке и начать уже делать такие классные промо-ролики. Взаимопиар абсолютно бесплатный, если у вас есть какая-то аудитория. Начинается это примерно с тысячи подписчиков. До тысячи, конечно, нужно тоже дорасти, но я не думаю, что здесь у вас будет какая-то проблема. Ведь уже очень много есть видосов, как набрать первую тысячу, как набрать первые пять тысяч. В общем, оставлю здесь подсказку. Посмотрите мой видос, там я рассказал, что нужно сделать, чтобы у вас уже была тысяча подписчиков. Есть огромное количество сайтов. Есть телеграм-бот Бадди, который ищет вам из разных городов по целевой аудитории взаимопиары. Поэтому переходите внизу. Оставлю максимально полезные ссылки все в описании. Переходите, изучайте, внедряйте. И вы тогда начнете органически расти абсолютно бесплатно. Дальше. Конкурсы, розыгрыши, марафоны, призы. Это все то, что позволяет людям вовлекаться в ваш контент, лайкать ваши посты и делать то, что вы им скажете. Условно, чтобы разыграть там бьюти-бокс для девочек, это вообще прям must-have. Просто собираете, идете в магнит косметик, собираете бокс на тысячу рублей из разных масочек, скляночек и разыгрываете среди своих подписчиц. Для того, чтобы разыграть, нужно подписаться на вас, отлайкать ваши шесть публикаций и, например, отметить трех подруг. Эти три подруги тоже придут и тоже захотят на вас подписаться. Но самое важное, зачем им вообще приходить на ваш аккаунт ради конкурса только? Это да. Но тут должны вы подготовиться к этому конкурсу. У вас должен быть интересный контент. И чтобы они когда отлайковали ваши посты, они такие, о, это прикольная тема, прикольная девочка пишет. И вот этот классный пост, сохраню-ка я его себе и вообще подпишусь на нее. Вот так должно происходить взаимодействие при конкурсе. Если ваш профиль хреновый, с плохим контентом, просто вот вы только начали, не стоит начинать с розыгрышей денег или различных призов. Ну, ничего хорошего не получится. Сначала набейте аудиторию, сделайте классный контент, немножко его оттестируйте, читают ли его люди, комментируют его. Ну, а дальше уже можете проводить различные розыгрыши. Ну и, как я обещал, под конец бонусный способ – это упаковка. И здесь больше он подойдет, наверное, даже для коммерческих аккаунтов. Если у вас товары есть, которые вы онлайн-доставкой оформляете, либо вы оказываете услуги какие-то, у вас должен быть эффект вау. Он очень хорошо продает. И это, по сути, бесплатно. Если к вам человек пришел, и вы ему оказали услугу, либо продали товар, сделайте чуть больше. Не знаю, там, прислали девочке вы платье, пришлите ей еще коробку конфет. Она снимет вас в сторисах и скажет, какой классный магазин, привез мне платье и еще вот такой бонус мне. Люди начнут бесплатно делиться вашим аккаунтом, и к вам придет аудитория. Также, что касаемо оказания услуг. Если вы сделаете условную настройку таргетированной рекламы, оформите человеку профиль бесплатно. Сделайте ему хайлайты, оформите шапку профиля, сделайте ему аватарку классную. И он тоже вас отметит в сторисах и тоже расскажет своим друзьям, какой классный специалист и как ему с вами повезло. Это все будет бесплатно вас продвигать. Но на этом все методы бесплатные, они заканчиваются. И за самую минимальную стоимость, за 200-300 рублей, есть еще способы, да, они платные, но они крайне сейчас эффективны. Это рассылка в директ и это просмотр сторис и реакции на сторисы. Я оставлю внизу ссылочки на данные видосы, там подробные инструкции, как это все сделать. За 300 рублей вы получите огромное количество охвата. Но самое главное, подготовьте свой профиль и не рассылайте людям абы какой контент. Сделайте его полезным. Если вы блогер, напишите какой-то чек-лист полезный. Напишите топ-10 фильмов для бизнеса, либо топ-10 фильмов там для вечера с семьей. Это людям будет полезно, они перейдут на ваш профиль и возможно в знак благодарности отлайкают ваши публикации и начнут вовлекаться в ваш контент. Ну, а если просмотр сторис, не делайте, пожалуйста, вот эту рассылку на ответы в вопросы. Она, ну, всех раздражает. И лучше просто просматривайте сторисы и отвечайте на тестирование там. Да, нет, это самый лучший сейчас способ. Охваты вы будете набирать большие, но вопрос опять же к вашей вовлеченности. Сможете вы вовлечь эту новую аудиторию или нет в свой профиль? Ну, а на этом все. Если вы хотите начать зарабатывать на инстаграме или просто вообще задумались про удаленный заработок, то перейдите внизу по ссылочке в мой чат-бот Каспер, который проверит вас, сможете ли вы зарабатывать на удаленке. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайк и пока-пока.